Сегодня проверяем реакцию рыбы на ММДЭМС и черную икру. Что понравится карасю больше? Драже или икринки? Сладкая или соленая? Разноцветная или черная? Скоро узнаем. Не успел я отплыть с места событий, как первые караси-разведчики накинулись на еду. С первых же секунд обозначился явный фаворит – шоколадные конфеты ММДЭМС, которые тают во рту, а не в руках. Оказывается, караси большие сладкоежки или икра им порядком надоела, и так ее каждый день едят. Разведчики позвали на вкусный завтрак других карасей, и вот уже вся стая голодных, обезумевших рыб принимается за сладкое угощение. Черную икру караси, конечно, тоже пробуют, но едят ее не с таким аппетитом, как конфеты. Проходит 20 минут от начала эксперимента. Краска с ММДЭМС вся слезла, они побелели и своим внешним видом больше напоминают фасоль, чем конфеты. Но даже несмотря на это, рыбы упорно продолжают поедать шоколадные драже, почти не обращая внимания на черную икру. Тем временем, вести о бесплатном угощении быстро разлетелись по всему пруду. С каждой секундой карасей становится все больше и больше. Но ничего, еды много, хватит на всех. Как вы заметили, черную икру использовал не настоящую осетровую, а имитированную, которую делают в основном из морских водорослей. 40-ая минута подводных съемок. Караси почти все съели и периодически отлучаются по делам. Сахарную глазурь с ММДЭМС рыбы слезали. Остался сам шоколад. Но даже то, что осталось от драже, карасям очень нравится. Они продолжают уплетать ММДЭМС за обе щеки. К 49-й минуте эксперимента над деревенским прудом выглянуло солнце, а рыба полностью разделалась с ММДЭМС и постепенно переключается на черную икру. Надо же им хоть что-то есть. Такие они обжоры. Обратите внимание, что большая часть карасей сосредоточилась в районе подводных растений, чувствуя там себя в большей безопасности. На открытых участках водоема караси питаются в значительно меньших количествах. 56-я минута подводных съемок. Караси резко теряют интерес к еде, суетятся и начинают расплываться кто куда. Похоже, где-то рядом появился хищник. Да, так и есть. Пятнистый красавец и щука выходят на охоту. Такие места с большим количеством добычи эта хищница просто не может пропустить и наверняка спрячется в засаде где-то поблизости, чтобы выскочить в самый неожиданный момент. Караси вернулись. Сытые и расслабленные они даже не подозревают, что находятся на прицеле у пресноводной барракуды. Рыбы нехотя доедают остатки черной икры. И вдруг появляется она, щука. Кинжальным броском хищница набрасывается на свою жертву. А промахивается она очень редко. В момент броска щука даже выпрыгнула из воды. С берега я наблюдал всю эту мощную картину. После такого потрясения, караси еще долго приходили в себя, но все же рискнули вернуться обратно. Больше их щука не беспокоила.